Библейский портал экзегет.ру представляет 38 глава книги Иисуса Санасирахова. Я читаю все на дальний перевод для библейского портала Экзегет. В конце 37-й затронута тема болезни. О чем говорит после болезни? Конечно, о медицине. Но я напомню, что это у нас больше 2000 лет назад, то есть медицина в зачаточном состоянии. С нашей сегодняшней точки зрения, собственно, врачи практически еще и не умели ничего. Но все же, почитая врача, честью, понадобности в нем, и Богосподь создал его. И от вышнего врачевания, и от царя получает он дар. Врач — это хорошо. Вот надо ли об этом говорить? Как ни странно, до сих пор, хотя сегодня медицина куда более успешная, чем была с лишним тысячи лет назад, потому что многие почему-то считают, что если ты веришь в Бога, то все здоровье от Бога, и смерть, и жизнь тоже от Него. Но и для врача не остается места. Нет, и врач тоже от Бога. Знание врача возвысит его голову, и между вельможами он будет в почете. Господь создал из земли врачевство, ну, то есть травы, тогда в основном травами лечили. И благоразумный человек не будет пренебрегать ими. Как он пищей и водой не пренебрегает, точно так же и целебными травами. Почему? Не о дереве ли вода сделала сладкую, чтобы была опознана сила его? Это история, когда Моисей бросил дерево в источник воды, и горькая вода, соответственно, сделалась пригодной для питья. Для того он и дал людям знания, чтобы прославляли его в чудных делах. То есть, смотрите, Бог мог сделать эту воду чудесным образом любой, но почему-то поверил, чтобы Моисей бросил дерево. Значит, Бог может исцелить человека в любом случае, но иногда он считает нужным, чтобы это было сделано при помощи врача и лекарства, как тогда при помощи Моисея и кусочка дерева. Не будьте пренебрежительны к медицине, говорит он. Для того и дал людям знания, что прославляли его в чудных делах его. Имя он врачует человека, уничтожает болезнь его. Приготовляющие лекарства делают из них смесь. Занятия его не оканчиваются, и через него бывает благо на лице земли. Вот как отдельно приходится уговаривать. Видимо, и тогда многие считали, что одной молитвой нужно лечиться. Но, однако, нельзя сказать, что и одними лекарствами. Сын мой, в болезни твоей не будь небрежен, но молись Господу, и Он исцелит тебя. Оставь греховную жизнь и исправь руки твои от всякого греха, очисти сердце. Вознеси благоухание из семидала, памятную жертву, семидал благовония, и сделай приношение тучное, как бы уже умирающей. То есть, ты заболел, считай, что ты уже умираешь. Вот с Богом разговаривай так, как будто ты уже умираешь. И дай место врачу, ибо Его создал Господь, и да не удаляется Он от тебя, ибо Он нужен. Вот для Бога ты уже умирающий, а для врача ты выздоравливающий. Так и попробуй. В иное время и в их руках бывает успех. Ибо они молятся Господу, чтобы Он помог им подать больному облегчение и исцеление к продолжению жизни. Не надо противопоставлять медицину и молитву. Но кто согрешает предсотворившим Его, да впадет в руки врача. Приятного мало, говорит он. Лекарства горькие, а хирургия без обезболивания практически, поэтому лучше обойтись. Но если есть необходимость, то да. Бывает, к сожалению, так, что вылечиться не удалось. Что тогда, сын мой, над умершим пролей слезы, и как бы подвергшись жестокому несчастью, начни плачь. Прилично облеки тело его, и не пренебреги погребением его. Горький да будет плач, и рыдание теплое. Обратим внимание, плач и рыдание. То есть он не говорит про обряды, ритуалы. Он упоминает, да, похоронить надо, конечно, но это очевидно. Но не стесняйся горевать. Вот многие люди, мужчины не плачут, говорят, да. Женщинам вроде как можно. Или там, ну, держись, говорят в таких случаях родные и близкие. Меня прям коробит от этого слова. Как держаться, когда изнутри все разорвано. Горький да будет плач, и рыдание теплое. Продолжи сетывание о нем по достоинству, день или два для избежания осуждения, и тогда утешься от печали. Для избежания осуждения, чтобы тебя не осудили за слишком долгий плач, видимо, или не осудили за то, что он слишком короткий. Люди любят свои мерки навязывать, да. И тогда утешься от печали. Ибо от печали бывает смерть, и печаль сердечная истощит силу. То есть погоревать надо, но горевание не должно становиться смыслом жизни. День или два. Как мало. Кто утешится через день после смерти близкого человека? Нет таких людей. Как-то он очень, я бы сказал, жесток. Но продолжим. С несчастьем пребывает и печаль, и жизнь нищего тяжела для сердца. Не предавай сердце твоего печали, отдаляй ее от себя, вспоминая о конце. Может быть, здесь речь идет о том, что эти день или два отданы полностью горю. Вот человек как бы выпадает из жизни, но пусть это будет на короткое время. И, конечно, горе не уйдет за день, однозначно. Но дальше начинай жить, не начинай в этом горе существовать как в единственном смысле своего пребывания на земле. Не предавай сердце твоего печали, отдаляй ее от себя, вспоминая о конце, о своей собственной смерти. Как же не думать о смерти и не печалиться при этом? Наверное, это еще более печальное. Не забывай, Сема, бы нет возвращения. Ему ты не принесешь пользу, а себя повредишь. Твоя жизнь тоже, конечно, живи. А ты похоронил этого близкого человека. Себя еще не хорони. Тебя похоронят другие. Вспоминая о приговоре надо мной, потому что он так же и над тобой. Мне вчера, а тебе сегодня. Смотрите, как интересно. Память о смерти дает человеку повод для утешения. Еще есть время жить. Используй его. С успокоением умершего, успокой память о нем. И утешься о нем по исходе души его. Надо же. Вот прямо сегодня есть всякие эти психологические техники. Там работа с горем, проживание смерти, близкого. Ну и других трагических обстоятельств жизни. Кажется, он уже этим занимался. Пусть в виде такого назидания, а не в виде каких-то, допустим, там практик, я не знаю, как сегодня психолог садится с человеком и старается с ним это проговорить. Но принцип понятен. Для печали есть место, но жизнь не должна становиться только печалью. И вдруг, смотрите, у нас тут было про врача, про похороны. Ну, врач — это в те времена, конечно, элита. Да и сегодня, между прочим, хотя по зарплатам не скажешь, но вообще-то это элита общества. А как вот определить, кто элита, кто нет? У кого денег много, у кого происхождение знатное. Мудрость книжная приобретает свое благоприятное время досуга. Досуг, то есть, когда тебе не нужно вкалывать работы, не физическая у тебя. И кто мало имеет своих знаний, может приобрести мудрость. Занятий может приобрести мудрость. То есть человек, который полностью занят на работе, ему просто некогда этим заниматься. Мудрость — это такая, кстати, греческая картина. Это же уже эллинистический мир, где много греческих всяких штук. И в частности, греческое слово «схоле», откуда схоластика, откуда потом через немецкий русская школа, это, собственно, свободное время, изначальное значение слова. То есть это не на диване валяться, а это посвящать времяобразованию, науке, мудрости. Как может сделаться мудрым тот, кто правит плугом и хвалится бичом? Ну, то есть погоняет. Гоняет валов и занят работами их, о которых разговор только о молодых валах. Сердце его занято тем, что проводит борозды, и заботы его кормят для телец. То есть крестьянин. Да, и он от земли не отрывается. Вообще-то, Сирах тут неправ. Я иногда себе позволяю так сказать. Бывают очень мудрые люди среди крестьян. Но книжная мудрость, он пишет, да, то есть образованных людей среди них встретить трудно. Если он становится образованным человеком, он покидает крестьянский труд. Так и всякий плотник из очи, то есть мастеровые, которые проводят ночь как день. Кто занимается резьбой, того прилежание в том, чтобы разнообразить форму. Проводит ночь как день, то есть работает до утра. Сердце свое он устремляет на то, чтобы изображение было похоже, то есть забота его о том, чтобы окончить дело в совершенстве. Смотрите, а это непростые подмастерья, которые там рубанком доски обтесывают. Это резчики, это художники. Но и они, им недоступна мудрость, им не до этого. Они заняты своим искусством. Так и ковач, ну, кузнец мы скажем, который сидит у наковальни и думает об изделии из железа. Дым от огня изнуряет его тело, и с жаром печи борется он, тяжело к кузнецу, да? Звук молота оглушает его слух, прям инспекция по делам труда, да, по безопасности. И глаза его устремлены на модель сосуда. Сердце его устремлено на окончании дела, по печи не в том, чтобы отделать его в совершенстве. Так и горшечник, который сидит над своим делом и ногами своими вертит колесо, гончарный круг. Который постоянно в заботе о деле своем, у которого исчислена вся работа его. Рукой своей он дает форму глини, а ногами умягчает ее жесткость. Ну, то есть он ее разминает перед тем, как ее использовать для лепки. Он устремляет сердце к тому, чтобы хорошо окончить сосуд, и забота его о том, чтобы очистить печь до обжига. Смотрите, что же плохого? Он даже как будто поэтически воспевает эти работы, да? Крестьянин, кузнец, гончар и ремесленник, который режет из камня или из дерева, может быть. Но в Египте скорее из камня резали. Да и вообще на Ближнем Востоке дерева мало. Они вовсе не бездельники, они вовсе не дураки какие-то, которые абы чего, абы как. Они трудолюбивые, честные люди. Но премудрость им недоступна. Почему? Разве нет красоты в творениях этих людей, а в их красоте и какая-то божественная мудрость? Нет. Все они надеются на свои руки, и каждый умудряется в своем деле. Без них ни город не построится, ни жители не населятся и не будут жить в нем. Они необходимы. Но их мудрость, их мастерство, лучше назовем так, их умелость в том, чтобы сделать нечто своими руками. Все, они не смотрят выше. А мудрость — это когда выше того, что для жизни. И однако же они в собрание не приглашаются, на судейском седалище не сидят и не рассуждают о судебных постановлениях, не произносят оправдания, осуждения, не занимаются притчами, но поддерживают быт житейский, молитвы их об успехе художества их. Вот вам, пожалуй, первая в истории нашего такого мира, но, может быть, не первая, но одна из первых, апология сословного общества. Ремесленник необходим, он молодец, но его нельзя допускать к управлению государством, потому что он не мыслит дальше конкретного своего изделия, пусть оно даже прекрасно и совершенно необходимо людям. А мудрец — тот, кто смотрит выше, тот, кто не просто для пользы практической трудится, а что он делает и как он этому учится. Об этом 39 глава.